Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 июня. Наконец-то настоялся мой куриный помёд. И я сейчас перед тем, как его использовать, хочу рассказать как немного подробнее о нём. Я просила помощь зрителей, пришло очень много откликов, но как всегда, сколько людей, столько и мнений. Кто-то пишет, что нужно с ним осторожно, лучше не пользоваться. Кто-то пишет, что пользуюсь 30 лет всю жизнь, ничего страшного. Короче, из всего потока информации, я ещё и почитала на сайте, я вывела несколько таких, как правил, не правил, закономерностей, с чем согласны все. И сейчас для тех, кто, например, тоже, как и я, хочет впервые применить куриный помёд, но не знает, как это сделать, Я скажу, на что нужно обратить внимание. Я вот даже выделила несколько таких факторов. Вот смотрите, нужно различать, обратить внимание, свежий у вас вот этот помёд или старый. Вот у меня в данном случае это старый помёд прошлого года куриный. Он высушенный, он хранился в мешках около года, ну как почти год. В прошлом году летом собрали, нынче я его буду применять. И вот такой, если он старый и высушенный, то он менее токсичный. И как бы можно меньше опасаться, что им что-то сожжёшь. Второй фактор. Нужно знать, чистый это помёд или с подстилкой. Вот у меня, когда я выбрасывала сюда, вы видели, у меня здесь и опилки какие-то, и перья, и всё. У меня с подстилкой. И это ещё один повод предполагать, что он не очень токсичный. Потому что если вот кто-то говорит, я собираю только без подстилки, вот самый чистый помёд, он, конечно, в нём очень много азотов. И им чаще всего можно сжечь. У меня, вот смотрите, у меня, во-первых, он старый, высушенный. У меня он с подстилкой. Это значит, он менее агрессивный. Потом нужно различать. Будете использовать вы раствор или настой. Казалось бы, и тот жидкий, и другой жидкий. Ну вот у меня настой. И настой, который помешиваешь время от времени, из него азот улетучивается. Но это я прочитала уже в статье. Буду верить на слово. При помешивании вот этот азот улетучивается. Остаются все макро-микроэлементы, которым он так ценен, вот этот куриный помёд, из-за которого все люди считают его универсальной подкормкой, про которой написано, что он может заменить даже дорогие минеральные магазинные удобрения, но ценят его именно вот за макро-микроэлементы, а не за повышенное содержание азота. А так как он у меня старый, так как он у меня с подстилкой, так как он у меня не раствор, а настой, я этим что добилась? Я добилась уменьшения содержания азота. То есть у меня еще меньше процент риска, что я сожгу. Раствор более агрессивный, более токсичный. Содержит больше азота. Если раствор, если бы я только размешала и сразу начала поливать, было бы большое содержание азота. И тем более, если бы это был без подстилки по мёд, а прям чистый, свежий, и сразу разводить и поливать, вот самое большое содержание азота такое применяют для быстрого наращивания зеленой массы. Дальше, четвертый фактор, который я выделила, в лунку или в междурядье. Если вы не уверены, как сказать, боитесь, что вы сожжете, то многие пишут, что для того, чтобы не опасаться, не бояться, не рассчитывать сильно дозировку, поливают в междурядье. Поливают в междурядье, потом после этого еще побольше воды, и тогда уже точно применение куриного помёта будет безопасно. Но многие пишут, что если вот как у меня, если с подстилкой, если старый сухой, если это вот настойка, а не раствор, то можно поливать и в лунку, но, конечно, если выдерживать необходимую дозировку безопасную. Потом, очень важно, в какой фазе развития вы хотите применять. И многие пишут, что на томатах, на взрослых, которые уже имеют большую зеленую массу, которые уже имеют свои плоды, лучше вот такой куриный помёд ни на стойку, ни раствор не применять. Томаты склонны к жированию. Но эти же самые люди, которые применяют всю жизнь куриный помёд, они пишут, что в самой ранней стадии развития, после высадки рассады, именно вот, чтобы стимулировать на быстрое увеличение зеленой массы, такой вот куриный помёд, хоть раствор, хоть там настой, можно применять. Особенно для ослабленных, особенно для вот таких вот как или подмерзших, или сгоревших. Ну, короче, для хилых и чахлых томатов вот это идеальная подкормка, чтобы они побыстрее выросли. И ещё шестое я выделила для себя, и хочу вам сказать, что многие, все огородники соглашаются, что нужно разделять, для каких растений применять вот такое удобрение. Пишут, что для томатов во второй половине лета нельзя, не рекомендуется, но не нужно, если они у вас хорошие и здоровые. А для огурцов весь сезон, пожалуйста, опять мы вспомним, что огурцы обжоры, что они любят азот, для них можно даже не выветривать вот этот вот азот, он будет идеальный для него. И вот я буду применять сегодня вечером для огурцов, я вам покажу, как я буду делать. И вот в этот раствор, который я буду делать, рабочий раствор, это у меня маточный раствор, вот это вот концентрированный маточный, который я буду разбавлять и по всему огороду поливать. Для огурцов буду сегодня применять, но для огурцов, они у меня уже в фазе плодоношения, Я буду добавлять туда еще калий, гумат калия, немножко, чтобы там был не только азот, но чтобы калий, потому что калий очень важен в этот период. Для томатов буду использовать, только для тех, которые я высадила, я вот еще вчера и позавчера подвысаживала, заняла все там свободные места. Они, конечно, стояли в рассаде очень долго, они все хилые, обессиленные, вот для них я буду применять, я вам тоже покажу. И самое главное, это дозировки. Прочитав все комментарии, все почти, ну как я выбрала, отсортировала самое основное, и почти все сходятся во мнении, что если, например, вот как я, два ведра, старый, сухой помет, если добавила, и с подстилкой, не в чистом виде, на 200 литров бочку, то на ведро, достаточно, на ведро воды, достаточно от полулитра до литра. Это опять зависит, наверное, от того, сколько он стоял, но я вот начну с полулитра. Я на ведро, 10-литровая вода, буду добавлять пол-литра маточного раствора для томатов. И 1 литр, ну 0,7, 0,7 литра для огурцов. Все, буду применять, где буду применять, сейчас прям покажу, пойду по местам. Сегодня в первую очередь буду применять опять на тех же огурцах, как раз вот со временем последней подкормки органической у меня прошла неделя, даже больше. Я вчера здесь весь урожай снимала, но огурцы опять наросли, и опять тут уже такие взрослые, здоровые зеленцы. И завязи очень-очень много, я понимаю, что вот для такой фазы огурца, когда много плодов, нужно много питательных веществ, эта подкормка будет просто незаменима. Буду на ведро воды добавлять 700 граммов вот этого вот маточного раствора куриного помета, и по влажной почве буду поливать. После полива буду разливать, а утром следующий полив, и все как раз уйдет в землю. Вот для этих огурчиков это небезопасно. Азотные удобрения, такие как куриный помет, все в один голос говорят, что можно применять весь сезон. Тут я сказала немножко неправильно, вот для этих огурчиков это не опасно, это безопасно для них. А то сейчас наговорю. Буду применять вот на этих томатах, которые высадила я только вчера. У меня осталось вот несколько стаканчиков томатов, которые из хороших семян, вот эти редкие, которые коллекционные. Не знала, куда их посадить, пришлось ради этого вскопать дорожку, которая была в прошлом году дорожка, и я их высадила. Конечно, вот таким томатам эта подкормка тоже незаменима, потому что средина июня, а они простояли в стакане до этого времени. Вы видите, какие они? Я уже, меня посещала мысль, наверное, их придется выбросить. Но мне их было так жалко, они с завязью, с маленькими помидорочками, видите, маленькие помидорки. Но им без подкормки уже не догнать остальных, не осилить. Вот куриный помидор будет им в помощь. И такой же подкормкой, вот настойка куриного помидорка, я хочу подкормить баклажаны, но баклажанам сделаю немножко менее концентрированный раствор. На ведро воды буду пол-литровую баночку добавлять. Я думаю, им тоже он не повредит, потому что очень много завязи на кустиках. Очень-очень много завязей и органическая подкормка им сейчас будет как раз то, что нужно. Ну вот, появление нового вида подкормки вынудило меня, принудило меня поизучать информацию о таком вот о курином помете. Никогда не применяла, теперь я буду применять. Но я поняла главное, что тут нужно, конечно, опять же, каждый применяет по-своему. И все зависит от концентрации вот этого раствора, от того, свежий он или не свежий, чистый он. Или с подстилкой будете делать вы раствор или настой в лунку или междурядье. В какой фазе и дозировки какие будете соблюдать. Как видите, казалось бы, я тоже думала, ну простой куриный помет, ну размешал в ведре да и полил. Оказывается, столько нюансов, которые нужно соблюдать обязательно, особенно начинающим огородникам. Я хочу предупредить, я вот сама изучила этот вопрос. И, как вы понимаете, что даже органическая подкормка, к ней нужно подходить очень внимательно, осознанно. И нужно все-таки перед тем, как что-то полить, подумать, чтобы потом не было таких вот сообщений, как прочитала я. Многие пишут, что лучше не связывайтесь, я полила и сожгла. Я, конечно, не хочу допустить, чтобы у меня все сгорело, поэтому буду очень-очень внимательно, маленькими шажочками изучать вот эту подкормку органическую. Но все статьи пишут, в любую откроешь, пишут, что куриный помет это уникальный, неповторимый вот такой вот комплекс, который помогает удобрить наше растение. Главное знать, как это делать. Я надеюсь, у меня это получится.